Велопарад 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 и любят такие праздники. То есть такие праздники должны в городе время от времени продолжаться, и безусловная традиция должна продолжаться и поддерживаться. И самое главное, что даже губернатор области и мэр города все активно поддерживают такое велодвижение. Очень понравилось то, что огромное количество людей, все с нами, это очень прям вселяет такую хорошую надежду о том, что у нас действительно в Велоомске такое брендовое уже становится мероприятие, хорошее, серьезное такое, очень востребованное людьми. Это заряд бодрости при общении к здоровому образу жизни. Это очень хорошее дело. Надо больше пропуляризировать, чтобы люди больше вникали в это дело, занимались здоровьем, отходили от компьютеров, меньше у компьютеров сидели, а больше занимались вот такими, не только сегодня, а повседневной жизнью этим занимались. Здоровый образ жизни, атмосфера и энергетика людей, которые объединены одной целью – это велосипед, это веселое настроение и погода, солнце, и тех, кто любит город Омск. Приехал посмотреть, сколько нас велосипедистов в городе Омске, себя показать, поучаствовать в мероприятии. Интересно было, за какое время приеду. Проехал 10 километров общий на старт. Классные ощущения. Ну, всем советую. Так интересно, столько народу. Тусовка вот эта, ну, если живешь этим, то ты будешь всю жизнь этим жить. Очень интересно. Разные участники и разные велосипеды. Преодолеть дистанцию в удовольствие и поделиться своим увлечением с амичами. Сергей Шипалов испытал своего нового железного коня и остался доволен. Трайк. Он просто называется Трайк. Был заказан на заводе в Китае. Напрямую. А почему именно на таком? Почему не на обычном? Это увлечение началось еще 4 года назад с приобретения грузового велосипеда, трехколесного. На нем 4 года отъездил. Но 3 года назад я увидел вот этот в интернете. Заболел. Впервые в рамках праздника состоялись показательные гонки на беговелах. Вполне возможно, что в следующем году эти гонки будут включены в программу соревнований. Кто-то преодолел свои первые километры, кто-то размялся перед серьезными соревнованиями. Но каждый одержал свою личную победу, а объединило всех без исключения любовь к велосипеду и своему городу.